Сегодня можно увидеть огромное количество атрибутики к Новому году. Помимо Деда Мороза, Снегурочки, елок, магазины заполнили Санта-Клаусы, черкунчики, ангелочки и милые гномики. О последних и поговорим. Мы никогда не задумывались, откуда взялись эти милые старички в колпачках. Родина этих гномиков – Кандинавские страны. Эти существа чем-то похожи на наших домовых. На самом деле это не гномы, а скорее домашние духи. В Норвегии и Дании их называют Ниссы, а в Швеции – Томта. Это имя берет начало от имени святого Николая Чудотворца. Датчане считают, что название Ниссы произошло от старого датского имени Нисс или Нильс, что в общем-то тоже походит на правду. Сегодня их часто изображают похожими на садовых гномов, но в скандинавском фольклоре они связаны не с садом, а с хлевом. Считалось, что Ниссы живут в сараях вместе с животными и помогают заботиться о хозяйстве. В целом эти существа добродушные, веселые, которые иногда могут и пошалить. В голодные годы бывало они даже таскали запасы у соседей, чтобы прокормить своих коров или поросят. Конечно, у Ниссы были поводы для обид на своего хозяина. Особенно эти существа зли, когда плохо обращаются с животными, ругаются в сараях или не убирают. Тогда Нисс обязательно отомстит, и месть его может быть сильной. Так он может ударить, связать коровам хвосты или устроить разгром в сарае. Ну и конечно он обладает магией, а все мы знаем, что с такой силой лучше не связывать. Ниссы всегда были героями скандинавской литературы. Но в русском варианте они превращались в домовых или гномов. К примеру, у Ганса Христиана Антерсона есть сказка «Домовой у лавочника». В оригинале это как раз Ниссы. Еще одна популярная повость, где героем стал этот сказочный персонаж, «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями» шведской писательницы Сельмы Лагерлёв. Хулиган Нильс в сарае как раз поймал том-то, который заколдовал мальчика. В русскоязычном переводе обычно фигурирует гном или домовой. В XIX веке под влиянием рождественских традиций из соседних стран Ниссы также стал оставлять подарки в праздник. Позже Ниссы остались жить в сараях, а рождественских Ниссы, которые стали приносить подарки, называли Юли-Ниссы. Внешне они также позаимствовали одежду своих соседей, красные колпачки, иногда даже красные шубки. Однако все же эти существа сохранили очень много самобытного. К примеру, Юли-Ниссы совсем не один, их много и живут они везде. Часто они ходят в компании за свиньей и рождественским козлом. Ежегодно в Рождество для Юли-Ниссы оставляют еду, обычные такаши и сливочное масло. Когда в Норвегии вошло в моду поздравлять друг друга открытками, Юли-Ниссы стали их главными героями. Правда, на первых открытках их изображали не всегда милыми существами, подчас шумными, веселыми, а иногда и хмельными. Но все же милые изображения этих рождественских гномиков в конце концов вытеснили всех непослушных Юли-Ниссы. В Исландии рождественских гномов 13. Их называют Йолосвейнарами или попросту Йольскими парнями. Они по очереди навещают ребят в течение 13 дней перед Рождеством, оставляя им подарки. Хорошим деткам оставляют конфеты, плохим гнилые картофелины. Кладут презенты не под елку, а в ботинок, оставленный на подоконнике. Таким преданием Йоловой Снары дети великанши-людоедки по имени Грилла, которая и утаскивает непослушных детей, набравших больше всего картофелин за рождественские праздники. Изначально Йольские парни походили на чертенят или гоблинов, которые проказничали в домах, воровали еду, пугали людей. Сейчас в современной традиции это скорее шаловливые гномы с некоторыми чертами Санта-Клауса. У каждого из братьев есть имя и кое-что известно об их привычках и их внешности. Первый из них приходит 12 декабря. Его зовут Жордина из овчарни. Он связан с совином и овцами. В руках у него часто есть палка, посох. Второй гном зовется Канавный остолоп. Соответственно, появляется он 13 декабря и славится тем, что ворует молоко из хлева. 14 декабря приходит коротышка. Толстенький коротышка, он довольно безобидный. Главный предмет его желаний – сковорода, с которой он подбирает прилипшие жареные кусочки. 15 декабря приходит ложка-лис, который безумно любит облизывать ложки, а иногда прихватывает их с собой. Почему только ложки? Потому что на остальную посуду есть другие герои. И с 16 декабря приходит горшка-лис, который любит воровать еду из горшков и кастрюлик. В следующем приходит чашка-лис, который прячется под кроватью и ждет, когда туда поставят тарелку с едой. У ирландцев есть такие миски для еды с резными крышечками. У каждого члена семьи своя миска. В них держали дневную еду, а на ночь ставили на пол, чтобы домашние животные долизывали остатки. Вот именно по этим мискам чашка-лис и большой специалист. 18 декабря приходит дверь-хлопальщик. Его любимая шалость хлопать дверью в ночи. Когда хозяйка выходит посмотреть, кто это пришел, дном незаметно проскальзывает на кухню и вычищает все, что осталось в котле. В следующем домах появляется скирный обжора, который безумно любит съедать исландский йогурт скир. А вот 20 декабря в доме наибольшей опасности подвергаются колбасы, которые хозяева повесили коптиться под потолок. Сосиска-хват лазает по балкну, утаскивает все колбасы и сосиски, что он найдет, а потом съедает их в укромном месте. 21 декабря. Любимое развлечение следующего братца подглядывать в окна. Его зовут подсматривающий в окна. У дерева вынюхивателя большой красный нос. Он засовывает его в двери 22 декабря и нюхает, чем пахнет в доме. Особенно его привлекает запах свежей выпечки. Возможно, он пришел украсть хлеб. Есть среди гномов и еще любитель мяса. Его зовут мясной крюк. Своё имя он получил в честь крюка, которым он часто пользуется, чтобы украсть мясо. 21 декабря надо быть особо внимательным. 24 декабря приходит похититель свечей. Появляется в домах канун Рождества. Он похищает или задувает свечи. Скорее всего, он символизирует собой самый короткий день в году. После Рождества братья гномы собираются в обратный путь и один за одним покидают Рождественский дом. Последний уходит 6 января. В этот день исландцы собираются всей семьей за одним большим столом и устраивают грандиозное празднование окончания праздника Йоль. Для скандинавских гномов характерно отсутствие лица. То есть где-то у них лица есть, но колбаки натянуты до носа. Гномы являются по преданию мастерами, кузнецами, которые живут в подземных городах. Говорят, что гномы редко любят выбираться на поверхность и посещать людские поселения. Но время от времени им приходится это делать. Вот тут и кроется разгадка. Внешне гномы практически не отличаются от обычных людей, если бы не одна деталь. По одной из скандинавских легенд считалось, что зрачки у гномов треугольные, что сразу выдавало их среди людей. Поэтому-то они и надвигали колбаки на лицо. Таким образом, то торчал только нос. Сегодня принято дарить фигурки на Новый год. И основное значение фигурки гнома – это богатство и достаток. Преподнести этот образ дар означает пожелать благотполучия и благосостояния в доме. Продолжение следует... Продолжение следует...